Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале, где рассказываю вам различные детективные истории. Сегодня я хотела бы попробовать впервые на моем канале формат интервью. Но это будет необычное интервью. Через историю девушки, нашей сегодняшней героини, я хотела бы поднять темы абьюза и насилия. Обсудим, как авторы насилия остаются безнаказанными, а общественность встает на сторону агрессора. Героиней нашего сегодняшнего видео станет девушка, которая называет себя Мисс Икс. В 18 лет девушка по имени Дарья пережила страшную трагедию. В нее выстрелил ее же молодой человек. Пуля остановилась в 3 мм от мозга. В зале суда парень обещал своей жертве, что он до нее еще доберется. Сейчас Мисс Икс активно дает интервью и ведет свой блог, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме абьюза. Становится не по себе, когда я понимаю, сколько по-настоящему пугающих историй мы с вами на канале разобрали. Иногда мне кажется, что их просто бесконечно много. Расскажу вам еще одну. Однажды в тихую английскую деревушку приезжает молодая пара Том и Сафи. Они получили в наследство дом с участком и хотят построить здесь свою новую жизнь. Но они не знают о тайне, которая сокрыта в саду. При обустройстве дома они обнаруживают останки неизвестных мужчины и женщины. Есть только один человек, который может помочь паре разобраться в событиях далекого прошлого. И это бабушка Сафи. Ведь именно она раньше владела домом. Но ее память стерта болезнью Альцгеймера. Хотя по отрывкам воспоминаний становится очевидно, что бабушка скрывает нечто жуткое. Сафи понимает, что ей нужно во что бы то ни стало заставить бабушку рассказать все, что она помнит. Ведь от этого зависит ее собственная жизнь. Это могло быть историей реального преступления. Однако это сюжет, захватывающий книги, пресейл, который я недавно прочитала. Пара из дома номер 9. Это новый роман в звездной серии главный триллер года от издательства Exmo. В этой серии издавались Каштановый человечек, Безмолвный пациент, Внутри убийцы. Я обожаю каждый из этих трех перечисленных триллеров. И я уверена, что вы как минимум слышали о них, если не читали. Так вот новинка вас точно не разочарует. Книгу высочайшим образом оценили критики и читатели за рубежом. Загибайте пальцы. Этот роман стал бестселлером Sunday Times, бестселлером на Амазон номер один. И занял 128 место среди всех книг на британском Амазоне. Странно, как-то на них пальцы загнулись. Книга выйдет в начале июня, пока можно сделать предзаказ и получить ее одним из первых. Внизу под видео я оставила ссылку. А также впечатляет дизайн книги. У меня в руках ознакомительная копия. А сама книга будет с вырубкой в виде домика на обложке, где будет видно жителей дома. Ну а если хочется прочитать что-то стоящее прямо сейчас, то порекомендую вам еще две книги. Первая это Профайлер Лея Ми. Книга достаточно кровавая и жесткая. Но если вам интересны истории про маньяков и вы любите следить за ходом расследования, то книга точно для вас. Кстати, совсем скоро выходит и вторая часть. Ящик Скиннера. И вторая это книга несчастных случаев Чака Вендига. Если коротко описать атмосферу книги, то это очень странные дела, помноженные на сериал Тьма. Автору удалось поместить космический ужас в повседневную жизнь обычных людей. Каждая, даже самая небольшая сюжетная линия в романе в финале найдет свое неожиданное разрешение. В общем, я очень надеюсь, что вам понравились эти книжные рекомендации. Записывайте что-то. Ну и для вашего удобства я оставила все в описании внизу. Ну а мы переходим к интервью. История, о которой мы поговорим с вами сегодня, приобрела широкую известность, когда девушка по имени Дарья завела свой блог в инстаграме и назвалась там «Одноглазой красоткой». Владелица аккаунта поделилась своей историей и рассказала о том, как она лишилась глаза. Мне удалось поговорить с Дарьей лично. Здравствуйте, Дарья. Спасибо большое, что вы согласились прийти на интервью. Это очень, правда, здорово, что мы встретились. Хотелось бы начать с вашей истории. Для тех, кто еще пока с ней не знаком, не могли бы вы рассказать про тот самый день? Я думаю, что вы спрашиваете про 21 апреля 2020 года, когда я стала жертвой покушения на убийство, правильно? Да. Эта история произошла практически три года назад. Так случилось, что человек, которым я состояла в отношениях, дослал патрон в патронник и направил оружие в мою сторону и нажал на спусковой крючок. Собственно, из-за этой трагедии я потеряла глаз, мои кости черепа превратились в осколки, и, собственно, моя жизнь навсегда изменилась. Насколько я знаю, скорую вы вызывали себе сами с пулей в голове. Расскажите, пожалуйста, как это вообще получилось? Обычно врачи тоже недоумевают, когда рассказывают эту историю, но адреналиновый шок очень сильно помогает. Дело в том, что человек, который выстрелил в меня, отказался вызывать мне скорую помощь. Он сказал, что он не отдаст меня ни скорой, ни полиции. И так долго не говорила об этом, и так сложно это делать. Так получилось, что мне пришлось вызывать скорую самостоятельно. Я сказала только три фразы. Мне 18 лет, мне выстрелили в голову, и я умираю. Это был ковид, и мне очень сильно повезло, что скорая приехала буквально за 20 минут. Все это время я находилась в сознании, на своих двоих ногах, потому что я понимала, что я не смогу попасть в скорую, если я сама до нее не дойду. Это был закрытый отель, закрытый территорией, и мне необходимо было самой оказывать себе помощь. Я помню, смотрела видеозаписи из камер отеля изнутри, когда они уже были в материалах дела. И это, конечно, удивительное зрелище, когда девушка с пулей в трех миллиметрах от головы ходит по отелю и ждет скорую. Я себе даже представить, если честно, не могу, каково это было. Я видела те кусочки звукового сопровождения, которое вы выкладывали в Инстаграм, и даже при прослушивании становится просто жутко. Насколько я поняла, вы столкнулись, можно так сказать, с чудовищной халатностью первой скорой, которая приехала. А не позволить ли здесь себе какие-то очень неприятные комментарии? Я на них не обижаюсь и никогда не обижалась, потому что фактически мне спасли жизнь. До того момента, как я получила первое обезболивающее, прошло примерно 4 часа. Необходимо было провести все анализы, все сканирования, чтобы понять, где находится пуля, что вообще происходит с моим организмом. Поэтому первые врачи, с которыми я встретилась, это были врачи скорой неотложной помощи. И, конечно, учитывая то, что они видят каждый день, на них невозможно обижаться. Потому что сколько насилия им приходится видеть ежедневно для людей, которые только закончили учреждение, это, конечно, очень страшно. Но еще объективный был момент в том, что я была босиком, я была полностью избита. И когда пуля влетает в мягкие ткани, пуля очень горячая и все раздувает. Соответственно, я была просто похожа на человека, которого очень сильно избили. Они не знали, что произошло. Но вообще, в принципе, да, они говорили что-то наподобие. Ты к нему вернешься, он тебя добьет. И подобные вещи. Но на них обижаться не имеет смысла. Они спасли мне жизнь, как и все другие врачи. Тоже, чтобы уточнить этот момент, стрелок вызывать скорую не стал. То есть он сказал, что он и полицию скорую не подпустит. И вызывать сам он отказался. Я сказала ему, что я не могу вызвать скорую, потому что я ничего не вижу. Глаза парные органы, они тухнут одновременно. И я вообще не могла их открыть. На что он мне сказал, что у тебя есть еще один глаз, и ты можешь сделать это сама. Впоследствии, во время судебных разбирательств, он рассказывал о том, что у него был шок. У меня с пулей в голове не было шока, а у него был шок. Ужасно. Давайте поговорим о восстановлении. Оно было долгим, и операций было очень много. Как дальше развивались события? То есть вас привезли, через 4 часа вам вкололи первое обезболивающее. А что происходило дальше? Я знаю эту историю со слов моей мамы, потому что она увидела новости в интернете. И там не было ни имен, ничего, но она поняла, что это я. Когда я попала в скорую, меня отвезли сначала в одну больницу. Они поняли, что они не смогут выполнять эту операцию. Меня отвезли в клинику МЧС, клинику экстренной помощи. И затем около 20 часов, наверное, я провела с пулей в голове. Меня даже успели допрашивать или что-то такое. Полицейские из убойного отдела. Они приходили, брали у меня объяснение. Это нельзя было назвать допросом, потому что я была под сильнейшими препаратами обезболивающими и ждала своей операции. Соответственно, прошло где-то 20 часов, меня направили на операцию. Меня привели в сознание. И потом я уже проснулась после вживления импланта и извлечения пули. И с одним глазом. Вы сразу понимали, что глаза вы лишились? Это было забавно. Я не знаю, как объяснить это чувство. Мы с братом в детстве очень часто достаточно опасно играли, как обычные дети. И мама всегда говорила, берегите глаза, они очень хрупкие. И когда выстрел случился, я слышала ее голос. Хотите, сделаем небольшой перерыв? Про маму всегда сложно. Но к этому привыкаешь. Мама сделала очень много для восстановления. Да. Очень-очень. Забавно, сколько бы ни было интервью, но каждый раз, именно когда говоришь про боль близких, намного больнее, чем про свою. Я помню про выстрел, я помню про насилие, помню про суды. Но это не так больно, как то, что ты причиняешь боль другим. Это, конечно, хуже. Я слышала, что после первых операций первым каким-то желанием, первым импульсом было позвонить стрелку. Да. Это, конечно, тяжело представить. Вы не могли бы рассказать, какие эмоции в тот момент были, что побуждало вас об этом даже думать? Да, это так работает. И как раз через такие действия можно просмотреть реальную эмоциональную зависимость между людьми, которая называется со-зависимостью. К сожалению, жертва очень часто не видит происходящего, не осознает реальности. И единственное, что ей кажется знакомым и, соответственно, близким, это человек, совершающий над ней насилие. К сожалению, я не понимала, что происходит, и я была убеждена, что если я ему позвоню, он мне поможет. Я не осознавала тот факт, что от него нужно было спасаться. Мне хотелось, чтобы он мне помог. Я попросила телефон у медсестры и набрала по памяти его номер с пулей в голове, чтобы попросить его забрать меня из больницы, в которую меня доставили. Вот настолько иногда бывает домашнее насилие серьезным и жестоким по отношению к психике жертвы. И по итогу я позвонила, я вообще не понимала, что телефон в вещдоках, что он уже задержан, что я нахожусь в больнице, что у меня огнестрельное ранение. Я ничего этого не понимала. Просто мне хотелось, чтобы меня кто-то забрал. И в тот момент он уже был арестован, и разговор не состоялся? Слава богу, он не состоялся. Как думаете, что было бы, если бы он состоялся? Чем бы это в итоге закончилось? Учитывая, что его сестра и его мама на протяжении двух месяцев до момента, как я дала свои показания ежедневно, написывали мне и моей семье о том, что он меня очень сильно любит, что ему нужно помочь, что ему очень плохо в тюрьме, я думаю, что это бы закончилось очень плохо. Представим ситуацию. Девушка 18 лет получила огнестрельное ранение в голову. И у нее, например, нет родных и семьи. Кто вытащит ее из этого? Кто поможет ей с операциями? Кто поможет объяснить, что происходит? Кто поможет сдержать ее в эти моменты, когда ее психика просто ломается? Я думаю, что это крайне сложно. Я понимаю, что без моей семьи я бы не справилась с этой ситуацией. Поэтому я считаю, что необходимо больше обращать внимание на домашнее насилие, развивать центры помощи жертвам домашним, подверживающимся домашнему насилию. Я считаю, что это самая приоритетная задача, потому что у нас огромное количество женщин сталкиваются с этим в любых возрастах, имея детей, не имея детей, состоя в браке или просто имея какие-то отношения. И, к сожалению, у нас этим не занимаются. Я считаю, что мы должны что-то с этим сделать. Я со своей стороны делаю все возможное, чтобы помочь женщинам хотя бы теми методами, которые мне доступны. Да, и эскалация насилия происходит, и эпизоды учащаются. Насильник подсаживается на определенную иглу, он получает удовольствие от совершаемого насилия и получает тот же всплеск эндорфина, который получает жертву, когда он изменяется. То есть этот цикл, который постоянно повторяется, он имеет амплитудную схему движения. То есть оно всегда увеличивается, потому что ему все мало. Мало, мало. Насилия должно быть больше. Эмоциональное, физическое, финансовое, любое. Но оно должно увеличиваться. Иначе это как наркотик. Наркотик с действием притупления эмоций. Я думаю, что у зрителей, особенно у тех, кто, слава богу, с домашним насилием, с абьюзом не сталкивался, у них возникнет вопрос, что удерживает тебя в абьюзивных отношениях. Может быть, вы могли бы ответить на этот вопрос, ну, именно исходя из вашего опыта, может быть, из опыта людей, с которыми вы общались, со своими подписчиками, которые к нам обращались за советом. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне потребовалось написать 200 страниц текста. Так возник мой роман, который помог тысячам женщин понять, в чем они находятся, выйти из него, осознать происходящее. Домашнее насилие, в том числе эмоциональный вид абьюзивных отношений, заключается в том, что человек полностью выдергивает тебя из реальности. Ты не осознаешь, что с тобой происходит, и очень редко понимаешь, в чем на самом деле находишься. Потому что я понимаю, что люди, которые с этим никогда не сталкивались, часто удивляются. Он ее ударил, почему она не ушла? Дело в том, что они никогда не видят, что находится за закрытыми дверьми. Это никогда не начинается с того, что тебя просто кто-то начинает избивать. Это никогда так не происходит. Это происходит через какие-то мелкие толчки, какие-то, я не знаю, подщечины, или что-то более легкое, что можно списать на легкую агрессию, или на неадекватное поведение, на состояние алкогольного объединения. Начинается все сначала, в основном, через унижение. Человеку подавляют волю, затем полное обвинение во всем, что происходит. Человек теряет свою собственную волю и понимание происходящего. Очень часто к этому подключается полный запрет к общению с людьми. То есть вас ограничивают от окружающего мира, чтобы к вам никто не мог прийти на помощь. Так случилось и со мной тоже. Мы жили в закрытом отеле, на закрытой территории вдвоем. Он запретил мне общаться со всеми моими друзьями. Я практически не виделась с семьей. Кому я могла сказать об этом? Плюс очень часто влияет на это все стыд и вина. Куда я могу прийти полностью покрытой синяками? Мне будет стыдно, мне будет неприятно. Я не могу себе в этом признаться. И поэтому очень часто получается так, что жертвы не находят возможности попросить о помощи. И если они сами не осознают, в чем они находятся в нашем обществе, почему-то очень табуирована тема домашнего насилия. И мы отказываемся от закона о домашнем насилии в том числе. Считается, что говорить об этом неприемлемо и неприлично. Нельзя выносить ссоры из избы. Моя любимая фраза. Одна из причин произошедшего. Потому что если бы я сказала хотя бы одному человеку о том, что происходило, меня бы отрезвили. Мне бы объяснили, что это опасно. Но я была 18-летней девочкой, которая была убеждена, что все проблемы нужно решать дома, внутри отношений. И что все можно преодолеть. Но, к сожалению, как вы можете видеть, это не так. Иногда это заканчивается очень плохо. И просто счастье о том, что я выжила. Потому что сейчас часто говорят, вот девушки не рассказывают о своих историях. Очень многие из них мертвы. Кому рассказать эту историю? Я не знаю многих людей, которые выживают после огнестрельного ранения в голову. Точно так же истории происходят с домашним насилием по всей России. Просто нет людей, которым рассказать об этом. А те, кто есть, они боятся. Они боятся сказать, они боятся вынести это. У нас нет закона, ограждающего насильника от жертв. То есть она может сказать об этом, может кому-то помочь, и потом за ней придут. Я нахожусь за границей, это единственная причина, которая позволяет мне говорить. Согласно статистике, 24% россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении. В 75% случаев в России от домашнего насилия страдают женщины. В браке этот показатель возрастает до 91%. Я думаю, все мы понимаем, насколько это серьезная и масштабная проблема. Чтобы пережить нанесенную травму, жертвам домашнего насилия нужно проговорить произошедшее в безопасной обстановке, где над жертвой не будут смеяться или обесценивать ее опыт. Таким островком безопасности, а заодно и инструментом выживания в непростые времена, может стать психотерапия. Для многих психологов этические границы размыты. Но в Ясно, в сервисе онлайн-видеоконсультации, который часто появляется у меня на канале в качестве спонсоров, в Ясно эти принципы работы сформированы в кодекс, который подписывают все специалисты. Здесь вы можете быть уверены в том, что вас услышат и поддержат. При регистрации на Ясно вы заполняете анкету, где указываете свой первичный запрос и предпочтения. На их основе вам индивидуально подбирается терапевт, что очень облегчает подбор специалиста. Не нужно искать его по друзьям и знакомым. А у некоторых психологов еще и видео-визитка есть, где можно посмотреть, как психолог говорит, что для него важно. Словом, познакомиться с психологом еще до сессии, чтобы с первого раза попасть к максимально подходящему специалисту. Ясно делается психологами, поэтому это профессиональное сообщество, а не маркетплейс. Здесь очень большое внимание уделяется развитию специалистов, поэтому для них организовываются различные лекции именитых психологов и психотерапевтов, супервизии, рейдинг-группы и так далее. Сервис существует с 2017 года, и за это время психологи ясно провели более полутора миллионов онлайн-сессий. Будьте уверены, что онлайн-сессии куда удобнее очных встреч, и в среднем выходят гораздо дешевле. А по промокоду черника вас ждет дополнительная 20% скидка на первую сессию. Промокод нужно вводить при регистрации. Ссылку на приложение Ясно я оставила внизу в описании. Переходите и не забывайте, что к себе нужно относиться очень бережно и заботливо, ведь вы достойны всего самого лучшего. Я правильно понимаю, что у вас тоже все начиналось с запретов на общение, нельзя было никуда ходить. Сначала это были просьбы, потом это переросло в приказы, если можно так сказать, условия, на которых существовали отношения. И физическое насилие последовало за этим. Да, в какой-то момент, к сожалению, оно тоже присутствовало. Было зафиксировано более, когда я поступила в больницу, было зафиксировано более 20 элементов побоев на руках и ногах, в том числе на голове и лице. И почему-то в рамках судебных разбирательств это не было вменено ему за обвинение. Его не осудили за насилие, которое он совершал до этого. Хотя оно объективно доказывает факт того, что человек хотел совершить надо мной насилие. Что ты придумаешь? Выстрел, не случайность, когда тебя до этого две недели избивают в закрытом помещении, не давая тебе возможности даже выйти из него и связаться с кем-то. Но, к сожалению, российское правосудие очень специфически работает в нашей стране. При всем при этом за день до выстрела он сделал предложение. Да, прозвучало желание объединить наши жизни, что было очень специфично, потому что я бы могла сказать, что мне показалось, если бы на первой нашей встрече после выстрела он бы не сказал мне «Я же обещала на тебе жениться». Просто скажи честно, что произошло. Скажи правду. Мы с тобой поженимся. А я сижу в очках, потому что у меня лицо обезображено до неузнаваемости. У меня через месяц операция по вживлению титановой пластины, по внедрению нового импланта. Я постоянно меняю глазные протезы, и этот человек мне говорит «ты просто скажи правду, мы поженимся». Это, конечно, очень удивляет. Какой, в кавычках, «правды» он ждал? Какая была у него позиция на судебном процессе? У него постоянно менялась позиция на судебном процессе. Сначала он говорил о том, что это была случайность. Потом, что выстрел не доказан. Потом, что не доказано, что я одноглазая, и глаз не отрастет. Потом у него менялась позиция о том, что вообще автомат был неисправен. Ну, то есть автомат АКС «Ланкастер», который он использовал в центре города в состоянии алкогольного опьянения по отношению к 18-летней безоружной девушке, был неисправен, и поэтому он выстрелил. И за это его нельзя наказать, потому что это неосторожное обращение с оружием. У него было разрешение, лицензия на пять элементов оружия, которое мое государство, которое не смогло меня защитить, выдало ему. И в ней было написано, что это в рамках охотничьих целей. И он говорит про неосторожное обращение с оружием в городе, в центре города. Но, опять же, наш суд принял все эти аргументы, и в первой инстанции ему дали пять лет общего режима с возможностью выхода по УДО через полгода. Да, и потом были апелляции. Давайте поговорим подробно про сначала, наверное, судебный процесс. Через какое время после произошедшего он начался, когда начались слушания сразу, или прошло какое-то время? Примерно через два месяца после моих первых операций меня вызвали на допрос. Я рассказала о том, что на самом деле происходило. Потом у нас были суды, они длились очень долго. Постоянно менялись его показания, постоянно они запрашивали все новые и новые экспертизы, которые только подтверждали его виновность. Они тянули время, потому что они знали, что это первая его судимость, и, скорее всего, ему дадут наказание в виде лишения свободы общего режима. При условии общего режима нахождение в СИЗО рассчитывается день за полтора. Соответственно, он два дня сидит, а срок ему считается как три дня. И это очень большая разница. И дело в том, что суды очень сильно затягивались. У нас была первая инстанция. Он на руках показал... Слава богу, я не в России, я могу сказать. Он на руках показал, сколько лет ему дадут до вынесения приговора. Он, стоя за решеткой, показал мне, сколько лет ему дадут. И обещал мне, что когда он выйдет, он мне позвонит. Человек, стрелявший мне в голову, стоит в двух метрах от меня, зная, сколько лет он получит, когда прокуратура запрашивает 10 лет строгого режима, он получает пять лет общего и обещает мне позвонить, когда выйдет через полгода. Затем у нас была апелляция, на которой признали все осягчающие обстоятельства, которые мы запрашивали, а именно состояние алкогольного обвинения, отсутствие раскаяния, отсутствие помощи. Они говорили о том, что если он меня не добил, это смягчающее обстоятельство. Если бы хотел, то убил бы. У нас в России очень часто эта фраза, я думаю, мы ее слышали где-то по телевизору. И, соответственно, это вменили ему как смягчающее обстоятельство. Плюс хорошие характеристики от его друзей, работающих с ним. Да, это у нас тоже смягчающее обстоятельство. А еще выплата компенсаций. Чтобы вы понимали, на момент, когда это вменили смягчающим обстоятельством, я все еще выплачивала кредит, который на меня повесил. Я выплачивала его, будучи нетрудоспособной, будучи человеком, которому признали 30% потери трудоспособности. И я за свои собственные средства выплачивала этот кредит. Это все было смягчающим. Затем у нас была апелляция, в которой мы признали все мои отягчающие обстоятельства, и мы вменили 6 лет общего режима. Он сказал, я на это не согласен. Это несправедливо. Он мог выйти через год, пол до, но он сказал, это несправедливо. И они пошли в касацию. На тот момент, я не буду озвучивать сумму, но, наверное, можно представить, сколько сотен тысяч рублей я потратила на адвокатов, чтобы мне, будущей потерпевшей, доказать виновность человека, который объективно взял автомат в руки и выстрелил мне в голову. И об этом есть все доказательства в трех томах материалов дела. Кассация сказала, что все было неправильно. Дело в том, что было указано, что я потеряла орган зрения. А орган зрения — это два глаза. Не добил. Российская правосудие решила, что не добил. И вернула на первую инстанцию, чтобы мы расследовали это дальше. На первой инстанции, буквально месяц назад, ему вынесли решение, вынесли приговор, который потряс всю мою семью и меня в том числе. Ему дали 4 года общего режима. То есть еще меньше, чем первоначальный срок. При том, что прокуратура запрашивает 10. Да. Соответственно, он уже отсидел за эти 3 года в СИЗО все свое время, и он может в ближайшее время выйти на свободу. Хотела спросить по поводу того, что вот он совсем скоро, получается, может выйти. Я подозреваю ответ на этот вопрос, но все равно задам его. В безопасности вы себя не чувствуете, потому что все эти угрозы, которые были в суде... Его отец вместе с компанией людей, которых я впервые в жизни видела, но чтобы вы понимали, это было около 4-5 мужчин азербайджанской наружности, которые вылезли из машины с паленными номерами около отеля, в котором я должна была давать показания, который знал о времени, когда я приеду, о месте, когда я приеду, и караулил меня с компанией мужчин, четко дал мне понять одну вещь. Я не буду в безопасности никогда. Меня преследовал его отец, мне постоянно написывала его сестра со словами, что он меня очень любит, ему очень плохо в тюрьме, я должна ему помочь. А потом, когда стрелок открыто заявил в суде, выйду, позвоню, я поняла, что мне нужно бежать, потому что мое государство меня не защитит. Ужасно. Я каждый раз, когда слышу эту историю, я просто ужасаюсь от того, через сколько всего нужно было пройти. Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией. Вы узнавали новость, что на женщину произошло нападение. Ее могли очень сильно покалечить, но виновник получает три года и выходит из тюрьмы. И хорошо, если дело в принципе до суда дошло. Часто пострадавшие под давлением забирают заявление. И в этом случае преступник вообще не несет никакой ответственности за свои деяния. Общественность в шоке, но никто на ситуацию повлиять не может. Так почему же так происходит? Мне удалось поговорить с Софьей Русовой из Центра защиты пострадавших от домашнего насилия и взять ее компетентный комментарий на этот счет. Домашнее насилие это большая и комплексная проблема. Именно поэтому в развитых странах ей занимаются на государственном уровне, признают ее и принимают длительные меры поддержки и профилактики. Это и на уровне МВД, на уровне социального блока различных правительств. К сожалению, на европейском континенте Россия в лидерах по домашнему насилию. Наше независимое исследование по изучению приговоров в отношении убитых женщин показало, что 66% от всего количества убитых женщин были убиты в ситуации домашнего насилия. Исследование называется «Логаритм света». Вы можете его найти и прочитать. Это ужасающие цифры. Более того, во время ковида этот процент вырос. Мы можем предполагать, что в ситуации того, что сейчас происходит, насилие будет расти. Так показывал опыт, например, Америки и других стран, когда изменялась социально-политическая обстановка, и это сказывалось на ситуации домашнего насилия. Мы не останемся без работы, к сожалению. К нам обращаются сотни женщин в год, которые столкнулись с разными формами домашнего насилия. Растет число сексуализированного насилия, в том числе в отношении детей, девочек, в первую очередь, которые не достигли еще и 4-5-летнего возраста. Казалось бы, в это трудно поверить, но такое количество обращений свидетельствует и о росте проблем. И чтобы ее решать, ее нужно признавать. Я думаю, что многие зрители видят количество сообщений, которые появляются в СМИ о том, что где-то кто-то убил кого-то на бытовой почве. И, к сожалению, в СМИ до сих пор есть акцент на том, что это дела бытовые. Но это не так. Проблема домашнего насилия это гендерная проблема. Проблема стоит очень остро. Более того, количество убитых женщин либо женщин, которые находились в состоянии необходимой обороны, оно просто огромное. Правоохранительная система в целом, как она работает, она до сих пор без должного внимания, чувствительности и желания эффективного расследования относится к делам, связанным с домашним насилием или партнерским насилием. Отдельная категория дел — это сталкинг, когда, по сути, нет правовых механизмов для защиты. Да, у нас есть дела, когда нам удавалось, например, ограничить сталкеров в свободе, но это длительный путь, который не каждый сможет проделать, в том числе с юридической точки зрения. К сожалению, можно фиксировать, что у нас, безусловно, недостаточно правовых инструментов, чтобы эффективно защищать женщину. У нас нет полномочий, как у правозащитников, адвокатов и юристов, у нас нет полномочий, как у правоохранительной системы. Никакой семейной парадигмы не может объясняться насилие, убечи, избиение, психологическое насилие, экономическое насилие, все виды насилия, которые иногда встречаются в одном партнерстве, в одной семье. Наше глубокое убеждение, что никакая нормальная семья не может строиться на ценностях насилия. Они недопустимы в современном обществе, и они недопустимы в обществе, которое хочет развиваться. А мы надеемся, что все-таки за последние 10 лет было много сказано об этой проблеме. Пострадавшие, несмотря на то, как им тяжело, они стали говорить и заявлять об этой проблеме. И поэтому, в том числе, с мертвой точки хотя бы общественно-публичное обсуждение остановилось. Ну, как вы знаете, закон о домашней префилактике домашнего насилия не принят, и неизвестно, когда он будет обсуждаться. Никакой информации нет, хотя были надежды в 2019 году на это. Достаточно серьезные, когда он был внесен для обсуждения в Совет Федерации. На сегодняшний момент никаких даже обсуждений, тем более, информации о том, что будет внесен в Госдуму, когда это в ближайшее время не примет, не существует. Побои, угрозы, причинение вреда тяжкого и легкого здоровью, истязания, изнасилование в браке, сталкинг, харассмент. Это все, с чем сталкивается современная женщина в России. Этого нельзя допускать, с этим нужно бороться. Поэтому то, что женщина сейчас готова говорить об этом, это большое мужество, и это, безусловно, меняет ситуацию, хотя бы в обществе. Потому что, когда люди с этим не сталкиваются, они часто начинают говорить, что проблема преувеличена. Это бытовой конфликт, это очень большое заблуждение сводить это все в обсуждение контекста бытового конфликта. Это не конфликт, это ситуация власти и контроля, желание обладать и ощущение, что у женщины нет прав, когда партнер считает, что все права на нее и на ее жизнь есть у него. Очень часто именно из этого все и начинается, от ситуации власти и контроля. Что касается судов, нам достаточно часто, вы можете посмотреть на нашем сайте, удается привлечь к уголовной ответственности и иногда на длительные сроки агрессоров и насильников. Это, конечно, большой труд, поскольку не сразу возбуждаются уголовные дела, приходится оспаривать отказы в возбуждении уголовных дел, и это месяцы, иногда годы жизни. В целом, в России, к сожалению, нельзя сказать, что дружественная система расследований, правоохранительная система по отношению к пострадавшим. Мало кто проявляет эмпатию и понимает, как вести допрос с учетом пережитой травмы. Это отдельная история, поскольку, безусловно, все, кто столкнулся, пережил, выжил в ситуации насилия. Они все пережили огромные травмы, и помимо судебного решения им, как правило, необходима поддержка и реабилитация. Система в целом должна работать так, чтобы женщина не боялась и не считала дни после того, как вынесено решение судебное, и человек, агрессор, уехал на зону. Когда он выйдет, как он будет себя вести, потому что мы знаем случаи, когда агрессоры пишут в зоны, говорят, что они выйдут и собираются искать дальше и всячески. По сути, угрожают тем, что продолжат преследование, например, своей бывшей жены или бывшей девушки, бывшей партнерши. Поэтому это отдельно опасная история, когда женщина не находится и не чувствует себя в безопасности, даже тогда, когда человек получает реальный срок. Особенно сегодня, когда многие заключенные, в том числе, как известно, уже стали многие случаи публичные, домашние насильники, вышли раньше срока. Поэтому задача государства, и мы призываем, чтобы государство взяло на себя ответственность по защите пострадавших, выживших, жертв насилия, которых в нашей стране очень много. Более того, если мы говорим о какой-то демографической политике, как правило, большинство женщин имеют детей, которые были свидетельствами насилия, они тоже получили травму, и они также находятся в зоне риска. Поэтому здесь мы говорим о том, что нужно защищать и женщин, и женщин с детьми особенно, поскольку они в этой ситуации особенно уязвимы. А по поводу компенсации? Компенсация была, но она не покрыла даже часть расходов и на кредит, и на эти пластические операции, которых было много, и на восстановление какое-то. Проблема была в том, что в нашем русском обществе жизнь фактически в рублях ничего не стоит. То есть людям за смерть родственника иногда компенсацию выплачивают миллион рублей. Мне заплатили миллион восемьсот, и тогда общество сказало, как ей повезло, как много она получила. Эти люди не знают о том, сколько раз я ложилась под нож хирурга. Эти люди не знают о том, сколько глазных протезов я сменила сейчас, и в моей жизни сколько еще впереди. Мне потребуются операции, глазных протезов и постоянных вмешательств. Люди не знают о том, сколько денег я заплатила своим адвокатам, чтобы просто быть в безопасности. Если бы вот туда, на те показания, я приехала без адвоката, у которого есть неприкосновенность, я бы могла оказаться в отеле с шестью мужчинами, которые меня поджидают. Если бы я вот за это все не платила, где бы я сейчас была? Было ли бы у меня все в порядке? Я так не думаю. И когда люди мне говорят, что мне повезло, что мне выплатили компенсацию, мне хочется посмеяться им в лицо и сказать, хорошо, если мне повезло, давай поменяемся. Если ты выживешь, я буду за тебя рада. И это все, что мне хочется сказать об этом. Хотелось бы спросить по поводу времени, которое заняло восстановление. Можно ли считать этот процесс завершившимся или нет? На данный момент у меня уже было пять пластических операций. Это две по внедрению импланта, один по внедрению титановой пластины на восьми шурупах, один по отсечению глазного зрительного нерва и один по излечению пули. И, естественно, это не конец. Впереди еще много возможных операций по истечению какого-то времени. То есть реабилитация все еще идет. Я понимаю, что есть такая особенность. Импланты впадают внутрь со временем. Они становятся более впалые, уходят в глубину. И от этого меняется формат лица. То есть мне необходимо будет, например, в 30 лет или в 40 лет, для того, чтобы выглядеть приемлемо, адекватно, мне необходимо будет совершать другие пластические операции. Плюс восстановление никогда не остановится, потому что я постоянно должна носить глазные протезы. Мой черный глазной протез рассчитан на два года максимум. Я меняю их каждый год минимум, потому что они стираются. Лунка, которая на месте выстрела образовалась по потере глаза, она меняет форму, меняет размер. Соответственно, мне приходится постоянно менять глазные протезы. Я не говорю про стоимость всех этих операций, я просто говорю про факт того, что мне приходится постоянно жить в дискомфорте. Это постоянный дискомфорт того, что огромная линза находится в полости глаза, за ней необходимо ухаживать. Это все крема, это все мази. Плюс это постоянное наблюдение у хирурга. Я недавно летела на самолете, мне пошло кровотечение из глаза. Я потратила неделю на лечение, еще неделю на обследование и неделю на реабилитацию. На стрелка это никак не влияет. Он точно так же выйдет на свободу через какой-то короткий промежуток времени. А со мной это всю мою жизнь. И это никогда не изменится. Как бы я ни выглядела, вы не видите внутри ни титановых пластин, ни изувеченных костей, ни имплантов, ни... Слава богу, вы этого не видите. И особенно вы не видите то, как я выгляжу без протеза. Так я могу показаться только перед очень близкими людьми. И то это сложно до сих пор. Еще вопрос. Вы упомянули, что протезы нужно менять как минимум раз в два года. Почему так происходит? Просто мне, как человеку совсем не следующему, кажется, что вроде... А что должно измениться? Не могли бы вы пояснить этот вопрос? Глазной протез — это пластиковая линза. Достаточно большая по размеру, чтобы она могла заходить под обл века и держаться там. Со временем, например, когда дует ветер, у вас появляется пыль, песок стачивает поверхность. Плюс еще очень сильно влияют погодные условия. Плюс та область, которая там есть, под нее подбираются индивидуальные размеры. Но она со временем уменьшается, увеличивается. Она начинает натирать полость. К сожалению, в России есть не так много клиник, которые занимаются индивидуальным протезированием. У меня есть индивидуальный протезист. Она делает мне протезы четко под мои размеры. Но я знаю, что в очень многих городах России людям подбирают протезы из того, что есть. Ближайшие по размеру. Я не могу описать дискомфорт. Меня поймут только люди, которые это носят. Которые вы испытываете каждый божий день. Вы можете себе представить боли и дискомфорт каждый божий день на своем лице? И от этого нельзя убежать. Ты не можешь это как-то снизить или уменьшить. Я сейчас в том числе создала чат для людей, страдающих такой же проблемой, чтобы мы могли делиться информацией, какие крема лучше подходят, какие гель-смазки подходят под глазные протезы. Это все очень-очень важно. Но, к сожалению, таких сообществ не так много. И я считаю, что это еще одна очень важная проблема, о которой у нас не говорят. И которой я бы хотела заниматься, и, честно говоря, в процессе. Давайте поговорим немного про ваш блог. Вы завели его не случайно, а с определенной миссией. Хотелось бы спросить, как вообще вы к этому пришли? Всегда ли была идея, в принципе, вести блог? Или так получилось? Никогда не хотела вести блог. Мне никогда не было это интересно. Я всегда работала, я была убеждена с раннего детства, что я буду юристом. И я получала образование в этой сфере. Я очень много лет работала по специальности, еще не получив образование. И никогда не думала о том, что я буду заниматься такими вещами, честно. Но когда я лежала в больнице, я просто поняла, что если я выжила, я выжила не случайно, и мне нужно помогать людям. И я создала свой блог. В общей сумме на всех платформах у меня около 100 тысяч человек. И для меня это уже большая победа, потому что благодаря ему я смогла выйти в крупные масс-медиа, на ТВ, в международные издательства, в том числе Рейтерс, самые крупные масс-медиа в мире, и осветить проблему домашнего насилия. В этом была моя цель. Помочь людям понять, что это не табуировано. Когда я подняла тему домашнего насилия у людей от 14 до 18, я прочитала тысячи историй людей, которые с этим столкнулись, но никому никогда не рассказали, потому что в России об этом не говорят. Это девушки с огромными травмами, которые думали, что это нормально, просто потому что об этом не говорят. И в этом была моя задумка. Я единственная в России молодая девушка, столкнувшаяся с домашним насилием, кто громко говорит об этом и помогает людям. Когда вы завели блог, вы наверняка сталкивались с разными мнениями по поводу этой истории. И наверняка были люди, которые позволяли себе писать какие-то не очень приятные вещи. Как вы думаете, почему это происходит? И чтобы вы им ответили. Я бы им никогда не ответила. Они не стоят ни секунды моего времени. Я делаю эти вещи не для них, а для людей, которые нуждаются в помощи. Я не буду назвать организацию, потому что, слава богу, Россия перешагнула через этих людей. Но раньше была организация на просторах интернета, которая травила феминисток, бодипозитивщиц, женщин, которые занимаются законом о домашнем насилии. И они травили их всех. И я попала под эту историю. Они даже написали про меня песню. Я не буду это комментировать. Это... Для меня это больше веселье, чем обида или расстройство, потому что, ребята, камон, я выжила, это мне не важно. Есть вещи... Когда ты подходишь к смерти, ты осознаешь, что есть вещи, которые важны, а есть вещи, которые абсолютно не важны. И вот хейт или какие-то комментарии, которые мне неприятны, это что-то, на что я не потрачу ни секунды своего времени. Мне это просто неинтересно. Даже не хочется ничего дальше спрашивать, потому что это прям такой вопрос, прям с точкой, и такой он уверенный. Виктим-блейминг или перекладывание ответственности за насилие с агрессора на пострадавшего, это, к сожалению, очень частое явление. Сама виновата, не надо было провоцировать, о чем-то я только думала. Подобного рода фразы я даже в комментариях под своими роликами очень часто встречаю. Они заставляют пострадавшего чувствовать вину за то, что с ним произошло. Природа этого явления не всегда понятна. Своим экспертным мнением со мной поделилась психолог Виктория Шахмина. Что такое Виктим-блейминг? Это феномен, в котором в ситуации насилия в произошедшем обвиняют не автора насилия, который совершает выбор взаимодействовать с другим человеком подобным образом, а человека, который пострадал. Этот феномен рождается из страха потерять контроль, страха точно так же пострадать. И тогда появляется такая защитная реакция в виде фантазии, что существует свод правил, и если эти правила соблюдать, ничего ужасного с нами не произойдет. Если не ходить в темноте, если не выделяться, если не быть привлекательным, если не быть красивым, тогда как будто бы риск действительно пострадать от действия опасного человека, агрессивного человека, внимание которого мы привлекли, он сводится к нулю. Но на самом деле это не так, никакие правила не работают. Есть люди, которые выбирают совершать насилие, потому что считают, что могут это делать, им это позволительно. Поэтому насилие может произойти в светлых переулках, с совершенно непримечательными людьми, с людьми любого возраста, любого пола, социального статуса. Однако эта мысль настолько непереносима, что появляются вот такие психические защиты. агрессор, если мы нападаем на агрессора и обвиняем его, тоже может причинить нам вред. И тогда проще к нему присоединиться, чтобы получилась эта иллюзия безопасности, нежели присоединяться к пострадавшим и помогать им как-то реабилитироваться, верить им и так далее. Соответственно, victim blaming это еще одна форма насилия, и она только ухудшает ситуацию тех людей, которые пострадали. Вы уже упомянули о том, что у вас есть роман, и за кадром я успела узнать, что, оказывается, он будет выходить и на английском языке, то есть скоро можно будет ждать, возможно, даже какого-то издания более подробного, правильно я понимаю? Если быть честной, я выпустила первую часть романа, но начинала писать со второй. Я начала писать в тот день, когда я впервые увидела этого человека вживую, после трагедии, и поняла, что я не могу сказать никому, кто видит во мне сильного человека, который борется за себя, что на самом деле у жертв домашнего насилия очень больно на душе. Почему-то у нас люди считают, что если человек сделал тебе что-то ужасающее, это отменяет те чувства, которые у тебя есть к этому человеку, которые были в прошлом. И вот это я как раз и вылила на бумагу, и это мне очень сильно помогло. Это была одна из частей, почему я начала писать. Все вокруг говорили мне, что я должна быть сильной, стойкой, но не понимали, что на самом деле это очень-очень тяжело. Поэтому я написала сначала вторую часть романа, потом написала первую и выпустила первую. И как раз она помогла тысячам женщин. Это прекрасно. И, насколько я понимаю, на этом работа тоже не заканчивается, на блоге, на романе. Вы создали фонд и недавно совсем его анонсировали, миссией которого будет помощь людям, которые лишились глаз в детстве или в результате травмы. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла эта идея в голову? Знаю, что есть уже один кейс. Да. Я очень рада и очень этим горжусь, потому что сама задумка фонда в том, чтобы помогать людям, которые столкнулись с потерей органа зрения либо в детстве, либо посредством травмы, заключается на следующем. Полтора года своей жизни после операции, после внедрения имплантов титановых пластин я должна была носить глазные протезы с обычным нарисованным глазом, с радужкой. Сейчас у меня есть черный протез, от которого я невероятно кайфую. Выглядит класс. Спасибо. Мне очень приятно это слышать, потому что я очень-очень долгое время не могла смотреть на себя в зеркало, потому что когда мне сказали «неизгладимое безображивание лица», для меня это было очень больно. Мне 18 лет, меня приглашали в модельное агентство в Англии, и сейчас мне говорят «У вас неизгладимое безображенное лицо». Это было больно. И когда у меня была глазная линза обычная, я очень сильно страдала, потому что когда вы носите глазную линзу, вы должны смотреть только прямо. И нет возможности повернуть здоровым глазом, потому что иначе они будут расходиться. Это постоянный дискомфорт, люди обращают на это внимание, нужно постоянно закрывать. Я вела свой видеодневник, я не могу его пересмотреть, потому что мне так жалко человека на этих видео. Я очень сильно страдала эти полтора года, не могла смириться с тем, что я выгляжу иначе. И затем я познакомилась с молодым человеком из Беларуси, который тоже потерял глаз. И он мне рассказал о том, что существуют черные протезы, которые я могу носить. Я его сделала и обрела настоящую свободу самовыражения, мимики. И невозможно объяснить глазому человеку, как сложно смотреть просто прямо и каждый божий день думать об этом. Это все равно, что держать на вытянутой руке информацию, которую невозможно никуда положить. И относительно недавно я общалась с девочкой, тоже из моего блога, она подписчица, она тоже потеряла орган зрения. И я ей сказала, давай я оплачу тебе протез, ты просто попробуешь, и если тебе понравится, ты просто будешь им наслаждаться. И так родилась идея фонда. И я очень-очень счастлива, что я начала помогать и помогаю людям, потому что она тоже обрела свободу мимики, и она невероятно балдеет от этого. Да, я, если честно, видела ее фотографии, она невероятно тоже красотка просто. Это невероятно, да. Вы планируете продолжать работу фонда, и как это будет вообще выглядеть? Сейчас завершаются юридические вопросы. Касаемо работы фонда. Я не хочу, чтобы были какие-то вопросы касаемо организационной части. Хочу завершить это изначально с юристами, и затем я буду анонсировать это уже в более широкие круги. Но сейчас я просто занимаюсь этим от себя, для души. То есть я оплачиваю людям протезы, которые могут подарить им свободу. Меня это радует, этот фонд существует на мои средства, и благо я могу это сделать. Потому что когда-то это подарили мне, и сейчас я имею возможность дать это другим. Да, это здорово. Я так поняла, что на вашем жизненном пути встретилось достаточно много человек, я имею в виду именно в момент восстановления, которые в той или иной степени помогли. То есть это вот и тот парень из Беларуси, который рассказал про черную линзу, и хирург, который, я так понимаю, первую операцию сделал. Вы про него писали в сторис. Просто хочется, чтобы вы поделились этой историей, потому что... Мне очень сильно повезло. Я говорила о том, что в моей истории есть очень много людей, которые абсолютным чудом попали в мою жизнь, и очень сильно мне помогли. Первый — это был следователь, который вел дело. Он не спал трое суток, чтобы собрать все доказательства, чтобы закрыть стрелка, чтобы сделать все абсолютно по правилам, чтобы не было возможности у этого человека подать потом на несоответствие с правилами, несоответствиями, с нормами. Он очень сильно помог мне. Он был первым мужчиной, который сказал мне о том, что я все равно красива. Вы не можете себе представить, как это было важно для меня, когда я еще не видела своего лица. Хирурги посоветовали мне не открывать повязку, не смотреть на свое лицо, потому что они знали, что я не смогу справиться с этим. Затем это был хирург. Просто объясню ситуацию. Когда я попала туда, я пыталась отшучиваться, и первый мой вопрос был. Я спросила, цел ли глаз? Он сказал нет. Я спросила, не обгорела ли бровь. Мне было очень важно знать, что моя бровь в порядке. И он меня очень сильно поддерживал. И в моменты критических ситуаций очень важно, чтобы у человека был ровный пульс. Он не видел моих анализов. Он не знал теста на гепатит, на СПИД, на ВИЧ, на ковид, ни на что. Но он просто снял перчатку и держал меня за руку, потому что он знал, что мне очень страшно. И это... Я ему безумно благодарна. Это очень сильно мне помогло. Он сделал прекрасную операцию, он спас мне жизнь. Следующий хирург тоже потрясающе выполнил свою работу, и я довольна, если честно. Люди обычно не верят, когда я им говорю, что случилось, потому что, когда говоришь огнестрельное ранение в голову, они вот это не представляют. Это выглядит по-другому. Мой адвокат тоже очень важный человек в этой истории, который отнесся к этому делу как к чему-то важному для самого себя. Мне очень повезло с разными людьми, и я считаю, что в каждой трагедии все же есть вещи, которые можно расценивать как позитивные. Я смогла написать роман, я помогла тысячам женщин, я смогла поделиться темой домашнего насилия за рубежом и в нашей стране. Я встретила очень много хороших друзей и людей, которые сейчас составляют часть моей жизни. Да, хотелось, кстати, спросить по поводу того, как изменилось ваше окружение после всего произошедшего. То есть были ли какие-то изменения, не знаю, может быть, вы видели какое-то непонимание со стороны, ну, может быть, не друзей, но каких-то знакомых. Я с этим не столкнулась. Честно говоря, я с этим не столкнулась, потому что люди не верили, что я выжила. И когда они просто видели меня на улице, они такие, окей, она ходит, она говорит славно. Мы не ожидали. Поэтому нет, слава богу, с этим я не столкнулась. Как вы думаете, можно ли сказать, что, в принципе, из всей вот этой ситуации ужасной вы вышли победителем? Можно ли так сказать? Я считаю, что я проиграла в суде, но в жизни, в своей, я победила. Потому что я смогла с этим справиться. Да, иногда мне тяжело говорить об этом, но я рада, что я это испытываю, что я это чувствую, что я могу наконец осознать, что со мной происходит, что происходило. Я считаю себя достаточно успешным человеком сейчас. Ту миссию, которую я поставила, я выполняю и буду выполнять дальше. Но я могу сказать, что у меня есть свое маленькое некоторое женское счастье, поэтому можно сказать, что да. Я так понимаю, это вы про то, что в Грузию вы приехали не просто так? Да. Но задавать вопрос не буду, да, наверное? Или можно? Ну, как хотите. Хочу. Мы можем посплетничать. На какую-то маленькую аудиторию можно посплетничать. Хочется тогда спросить, я знаю, что вы не просто так приехали в Грузию, поделитесь? Честно говоря, никому кроме семьи не говорила, и никто об этом не знает, но в Грузию я приехала для того, чтобы выйти замуж. Поздравляю. Так что у каждой истории есть свой позитивный конец, и если вы думаете, что этот человек, находящийся рядом с вами, который относится к вам плохо, относится к вам без уважения, вы считаете, что вы не найдете ничего лучше. Девочки, доброе утро. Я одноглазая. У меня половина головы металлическая. Я пережила очень много всего, но из этого есть выход. Можно выйти замуж, радоваться, путешествовать, жить счастливо, заниматься своим делом. Из этого можно выйти, честное слово. Я проверяла. Да, хочется, наверное, какое-то напутствие для девушек. Я знаю, насколько много девушек сталкивается тоже с домашним насилием. Хочется какое-то напутствие, совет, и, может быть, ну, тот поворотный момент, который всегда происходит во всех историях, когда уже нельзя прощать. Может быть, есть какой-то, исходя из тех историй, которые вы слышали, какой-то такой плюс-минус универсальный совет. Есть, но его будет крайне сложно слушать. Вам не показалось. Это мой любимый совет. В нашей голове всегда есть тихий голосок, который скажет нам, девочки, это не окей, это ненормально, мне здесь плохо, мне здесь некомфортно. После этого идет запятая, да, запятая, но. И вот это да, но слушать не надо. Вы всегда чувствуете в своей голове, что что-то происходит не так. За день до выстрела я хотела покинуть отель. Я слышала этот голос, но я не успела. У вас есть возможность успеть. Посмотрите на меня, вы этого не хотите. Если вы можете быть счастливой, будьте. Слушайте этот голос всегда. Он вас не обманывает, это не ваш враг. И это очень важно. Можно ли сделать из этой фразы вывод, что человек, который причинил тебе физическую боль однажды, обязательно причинит ее еще раз? Да. Я вам скажу так. Стрелок на коленях и со слезами извинялся за насилие, которое он совершил. За день до выстрела. Вот его извинения. Вот так они выглядят на лице. А скольчатыми переломами костей. Вот так оно работает. Поэтому я понимаю, что хочется верить. Я сама это помню. Я сама помню, как это больно. Но если вы не сможете уйти сами, бывает так, что выносит ногами вперед. Я думаю, что это не нужно никому. Даже мелкие травмы. Не существует человека, который стоит этого. Не существует этих чувств. Это зависимость. Это очень важно помнить. Вы можете быть счастливыми. Это важно. Это видео стало особенным на моем канале. И я благодарю всех тех, кто согласился со мной поговорить на эту тему. Особенную благодарность выражаю Дарье. Все ссылки на нее, на ее блог я оставлю, конечно, в описании. Переходите и знакомьтесь с Дарьей поближе. Я очень надеюсь, что это видео натолкнуло вас на какие-то мысли, размышления. Может быть, кто-то что-то осознал. Если это так, то все было не зря. Напоследок хочется сказать единственную вещь. Иногда помощь ближе, чем вы думаете. Вы не одни. На этом я буду с вами прощаться. Ссылки на мои другие соцсети вы найдете в описании. Очень надеюсь, что вам понравилось. Это первое в моей жизни, в моей практике интервью. Вот. Если вам понравится, буду делать их чаще. Я вас по-прежнему очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Муа!